На полях товарищества «Династия Агра» в Жамбылском районе выращивают зерновые, зернобобовые, масличные культуры. На 20 мая здесь посеяли порядка 200 гектаров чечевицы, затем приступят к зерновым. Из маслички 550 гектаров планируют засеять льном кудряшом и порядка 30 гектаров новым сортом льном долгунцом. Его волокно, по словам директора хозяйства Владимира Кана, очень востребовано на внешнем рынке. Товарищество уже заключило договор с Китайской Народной Республикой. Помимо этого сотрудничают и с другими странами. Сейчас идет отгрузка жмыха и льна. Отправится продукция в Европу. Особой популярностью она пользуется в Италии, Польше и Германии. В целом товарищество уже многие годы успешно работает на экспорт. Также у нас есть переработка масличных культур. Маслозавод. В 2016 году мы его открыли и уже на протяжении 7-8 лет начинаем завоевывать не только внутренний, но и внешний рынок. Отгрузки происходили. Самая первая отгрузка – это в Китайскую Народную Республику. Затем Российская Федерация у нас хорошо покупала льняное масло. В принципе, мы работаем только, основываемся на льняном масле. Сейчас географию поставок расширили. Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Япония увеличивают в товариществе и количество специализированной техники. Благодаря поддержке сельского хозяйства и участвуя в продовольственной корпорации в форварном закупе зерна, мы себе позволили приобрести МТЗ-трактор, МТЗ-892, пружинную борону «Мечта» 18 метров, бюллер-трактор 2375, комбайн «Вектор» в прошлом году мы прикупили еще. Но это тоже мы участвовали в прошлом году в форварном закупе. Поэтому обновление техники практически идет ежегодно у нас. Так как площади у нас увеличиваются посева и сложные культуры, как я говорил, льон-долгонец, поэтому на этом мы не будем останавливаться. С проткорпорацией ТО «Династия Агро» сотрудничает уже порядка пяти лет. В целом на участие в этой программе в этом году подали порядка 130 заявок. На сегодня рассмотрели и оплатили, по словам специалистов, порядка 122 заявок. Общая сумма по республике была выделена в этом году в 40 миллиардов. Из них Северно-Казахстанская область заключила договоры на поставку продукции в размере 15,2 миллиарда тенге. Основным условием для участия в форварном закупе это опыт работы в растении вводстве не менее двух лет под гарантией социальной предпринимательской корпорации. Предварительная оплата по пшенице составила 70 тысяч тенге, по ячменю 40 тысяч тенге, по рапсу и льну 90 тысяч тенге и подсолнечник составляла 60 тысяч тенге. Срок поставки продукции до 1 ноября 2024 года. В результате поставки продукции будет производиться перерасчет по рыночным ценам.